сутка социальной инстанции он не рассматривает по существу он только смотрит на процессуальные нарушения в частности судья лобанова выкинула из дела документ это процессуальное нарушение вот эти вот такие вещи сейчас предположим если она откажет нам это в ходатайстве проведение экспертизы это процессуальное нарушение вот только этого будет достаточно она не имеет права отказать ну тогда мы вышестоящие станции будем ссылаться на в случае если будет не вашу пользу будем ссылаться на то что он был нарушен специальные права наши прямой вот как раз за нарушение процессуального законодательства не суд то есть судья выносит решение по своему внутреннему убеждению то есть она внутреннего убеждения оценивает те или иные доказательства понятно что он может как у белозерская быть извращенная вот но есть еще такое как процессуальные нарушения там не надо ничего оценивать там надо строго следовать букве закона все как прописано вот если написано в конституции у пк что подсудимый имеет право участвовать судебном заседании там на прене на то-то то-то все его нельзя этого права решить вот если наберет лишает и это не закона вот это называется процессуальное нарушение то есть началась касатка будут рассматривать только один довод то что я не участвовал судебном заседании не будет рассматривать виновен я не виновен какие обстоятельства был чем был грабеж не был грабеж кем очень интересно сам факт что не там не было мои права были нарушены этого это более чем достаточно для отмены приговора и направление дело на новое рассмотрение соответственно когда буду участвовать я уже совсем по-другому все преподоставлю них уже так не прокатит далее и думаю что уже другой судья понятно что белозерская уже не может участвовать она не пойдет на такой беспредел потому что мы будем смотреть по сто раз это видео которое мне было выложено где где четко видно что во первых если рассматривать чем они меня обвиняют что там применение насилия смысла вообще никакого не было ни угрозы не применения вот и самое главное будем смотреть почему не следователь отказал ходатайстве об истребовании видеозапись с магазина почему мой довод не опровергнет о том что я вообще ничего не брал почему не допрошен мой свидетель на стадии следствия не на стадии не в суде где вообще этот товар был куплен где когда вообще но если весь магазин пичкан камерами весь магазин пичкан камеры более того когда я в полиции был три часа они смотрели эти камеры естественно они меня не нашли там тоже не там не было то есть отсюда делали что они умышленно зная что меня не было в магазине возбудили уголовное дело может быть они подумали что вот мы смотрели три часа камеры и мы тебя не увидели вы просто не заметили ну ты там где то есть ты же на кассе товар предъявил значит значит из этого магазина иначе бы ты не предъявлял а то что это мамаев это что он занимается такой деятельностью снимает ролики провокацион то есть вот они как бы это нет но хотя я на под допросе об этом как бы говорил что короче бардак бардак в этом три сути было они погорячились погорячились они с этой маской не надо было меня удалять и надо было удалять они все но приняли такое решение даже с тобой да но мне бы сложно было бы дальше обжаловать потому что по существу конституционная станция бы не стала рассматривать и нужно было формально провести все по упк просто формально отказать сказать виновен там все неважно то есть на белое сказать это черное но по процедуре и все и там чего угодно делай ничё-то не делаешь мобили с тобой да да но они лишь они опять же появились на тот скажем так провокацию с моей стороны я же изначально понимал что судья действует незаконно я для себя оставлял такой способ защиты потом говорить о том что удалили из зала судебного заседания и на решили мне право на судебную защиту тоже сети ходатайство какой который сизо писал все заявления они же были с этим намеком и то что я там все на сайте выложил в контакте если только почитает там же все четко видно моя линия защиты то что уже там мою конституционную там же там четко все видно то есть судья должна было понять почему я это делаю и исправить свою ошибку но настолько она была амбициозна и не хотела признавать свою ошибку что она пошла до последнего вот это самое интересное и в конечном итоге она дала возможность мне сейчас любой приговор отменять этого посмотрим я говорю я вот сколько раз в октябрьский суд захожу я ее ни разу не видел другие судьи мне попадались там хуторца во мне неоднократно попадается семья выходит нами такая смотрят но я понимаю что я по лицу изменился как бы но наши все говорят что я сильно изменился ну даже вот с того момента как я только пришел туда вот за эти полгода у меня сейчас лицо очень сильно изменился опять поправился поэтому и белозерская пока не видел почему-то куда-то прячется а я не обращал внимание не есть она в если она там есть ее рано или поздно увижу я увижу в любом случае после приговора увижу очень красиво увижу я приду в суд и я ее из кабинета достану там уже будет соответствующее заявление и пускай дальше следственный комитет пытается отказать возбуждение уголовного дела там сейчас просто нету вот этого вот основания основание должно быть отмена просто вот этот документ вот ждем понятно что меня могут прокинуть могут сказать что типа не я не знаю теоретически может быть точнее теоретически это невозможно практически это может быть то есть к сонной станции скажет это все законно то всех не ну прокурор уже возражение написала типа типа все законно когда они точно написали я опубликую они написали короче что ссылаясь на постановление губернатора вот это все правило суда вот это все понимаешь то есть они вот этими бумажками это не нормативные документы отменили у пк отменили конституцию они все отменили более того из тех обращений и все что я специально делал как бы да видно что я же не отказывался я не отказывался от боли того я настаивал чтобы мне предоставили средства индивидуальной защиты то конечно то что ну ты же если читал тоже видно я шью я носом тыкал что он не дают грязные тряпки я специально называл это грязными тряпками это не средства защиты были они не были упакованы поэтому я себе и дал и в эту сторону и в эту сторону во все стороны люфт скажем так поэтому они должны были не знаю там чуть ли не своего кармана купить ну не смею принести это наглость было наглости они таким образом хотели мне показать что типа мы можем делать все что хотим мы власти мы хотя проходил уже через это я знаю что такое на меня это не действует появляется ли чек вот магазинника ты покупаешь договором уже многие говорят что вот чек это типа договор даже студенты юридических вот этих университетов знают элементарные вещи а судей до сих пор как таких вещей не знают что что магазин к это приходишь ты заключаешь уст на розничный договор а чек он только подтверждает оплату это ни в коем случае не договор чек подтверждает уже в принципе выполнение договора когда ты товар берешь прилавка вот и публичная оферта предъявляешь его на кассу то есть говоришь о том что как бы ты хочешь его приобрести с этого момента договор считается заключенным а дальше уже самоуправство кассира который не берет деньги охранник это те кассирша нишу соскочат соответственности потому что срок очень большой максимум кому я могу следователя ментов зацепить судью потому что там тяжкие преступления и большие сроки а козлов этот охранник он соскочат кассиры скотчат Документы, которые представлены банком. И, значит, я объясняю повторно участникам процесса положение статьи 7, статьи 10 Гражданского официального кодекса Российской Федерации, что лица, участвующих в делах и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиофиксации, фиксировать ход судебного разбирательства, кино, фото и видеозапись, трансляции судебного заседания по радио-телевизору, информационно-экономическому заседанию. В сети интернет допускается с разрешения суда. При нарушении указанного права, осуществляется видеозапись и трансляции судебного заседания, в том числе в сети интернет, в соответствии со статьями 105, 158, 159 Гражданского официального кодекса Российской Федерации, суд правильно вложить в судебный штраф на присутствующих в судебном заседании, размер которого для граждан составляет до 5000 рублей в связи с нарушением установленного регламента. Вы производите видеозапись в судебном заседании? Нет. Не производите. Вы представитель? Нет. Не представитель. Хорошо, значит. И относится на обсуждение ходатайства назначения почерковической экспертизы, документов, которые представлены банком. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Денис Анатольевич, вы готовы оплачивать в случае назначения почерковической экспертизы? Да. Готовы. То есть эти расходы вы несете самостоятельно? Вам это известно. Вы также просите поставить на разрешение экспертов следующие вопросы. Кем масло или иным лицом выполнена подпись от его имени, расположенная на листах договоров кредитования 3 февраля 2020 года? Кем масло или иным лицом выполнена краткая ухаписная запись масла Дениса Анатольевича, расположенная на первом листе договора кредитования? Кем масло или иным лицом выполнена подпись от его имени, расположенная на листах иных документов, перечисленных по АУСОВКУ в банк, в ответе на запрос суда из дела 215. Выполнена ли расписка и подпись в необычной обстановке или с намедленным изменением почерка? Изменен ли почерк лица, составившего расписку, с подражанием почерка масла? Эти вопросы вы хотите, чтобы были заданы экспертом? И в связи с назначением почерковической экспертизы при удовлетворении этого ходатайства судом будут отобраны подписи, в том числе подпись ваша и расшифровка подписи, которая имеется в подлинниках документов. Вам это понятно, да? Поэтому я попрошу вас присесть, берете две разные ручки на каждом листе, значит вы пишете следующую фразу. Выполнены образцы почерка в положении сидя. Также пишите масло Денис, подпись и 3.01.2020 год. Почему января, не февраля? Ну здесь в документе указан январь. Как в документе? Вы отложите этот лист бумаги и вот в следующем листе, в продолжении этой же ручкой, вы просто ставите подпись свою. Теперь то же самое выполните только другой ручкой, где более тонкий стержень. И то же самое выполните в положении стоя. Да, с упором, как вы облаготелись, так вот, пишите только, что образцы почерка выполнены в положении стоя, с упором там на стол. И у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, поскольку необходимы будут в том числе и образцы, которые были вами выполнены до заключения кредитного договора, в каких организациях, либо в каких документах вы осуществляли свою подпись, чтобы суд мог эти документы также истребовать для проведения почерковической экспертизы до 2020 года. Там же, когда с регионалами я ознакомливался, какие там только суммы нету. Там и на 70 тыс. взял кредит. Сейчас я тебе покажу. То есть, они бы хотя бы убрали документы, которые их же комплиментируют. Вот смотри. Памятка к договору личного страхования. Значит, номер договора указан. Где он сейчас найду? А вот он, на 92 заканчивается, 3 февраля, на 230 тысяч. Сейчас то же самое. Естественно, этот первый лист не подписан. Очередная памятка. Договор о личном страховании. Опять же, тот же самый номер, от той же даты, только на 70 тысяч. Решение суда. Договор на 15 тысяч. Тоже, от той же даты все. Они там вообще чем занимаются? Уже как минимум, три договора ты заключил в один день. Три договора. Причем, сам договор не содержит ни номер доверенности, еще кем подписан договор, ни печати, ничего этого нет. Какое-то неуполномоченное лицо, что-то подписало менеджер. По документам, вроде как в Санкт-Петербурге ты подписал. Да? Я что-то сомневаюсь, что ты в 2020 году был в Санкт-Петербурге. Ну, потому что в реквизитах там написано «Санкт-Петербург». Филиал. В договоре должность не расшифрована. Кто это такой? Там либо представитель, либо партнер. Это все не имеет отношения к делу. Эта экспертиза устанавливаем только, было ли со своей стороны оферта. Они заключают договор по правилам неподписи на одном документе двух сторон. Ты направил проект договора, по правилам заключения договора в таком порядке должны быть совершены те действия, которые ты указал в оферте. Даже если бы там была только твоя подпись, там не было подписи представителя, то есть ничего не было. Этого уже достаточно. Это называется оферта. Это твое предложение заключить договор на таких-то условиях. И там конкретно перечислены какие условия. Кредит лимита такой-то. Открыть текущий банковский счет. Выдать кредитную карту. Ну там что-то может еще что-то. Если они этого не сделали, значит они твою оферту не акцептовали. То есть как бы не согласились с моим предложением. Ну да, договор незаключенный получается. То есть по их данным счет текущий они открыли. Ну там все, что зависит от банка, они сделали. Но не сделали самого главного. Не выдали тебе, согласно твоей оферте, кредитную карту. Не выдали тебе. А то, что там тебе до этого выдавали, оно не имеет никакого отношения к этой твоей оферте. Поэтому на данный момент сейчас просто устанавливается. А вообще от тебя исходила оферта? Ты вообще хоть предлагал на тех условиях, которые прописаны? Потому что согласно тех документов, которые они предоставили, там и сумма-то разнится. Да, но там разница в одну цифру в номере договора. А здесь даже номер договора совпадает. Ты понимаешь? То есть ты страховку якобы оформлял и на 230 и на 70 тысяч. Ну у тебя не знаю как это. Ну на этом первом листе твоей подписи нет. Но они предоставили это. Это на 230 нет. И на 230 нету, и на 70 нету. Ну то есть у нас же как любят документ на нескольких листах, а подписывают только последний. Не прошито, не про это, не скреплено, ничего. Ну это там неважный документ. Но сам факт, что в документе памятник к договору страхования. То есть косвенно говорит о том, что рассматривался вопрос о другой сумме. То есть есть вопрос несогласованности суммы даже. То есть под вопросом, а был ли согласован лимит кредита? Ну не был. То есть не была выдана карточка банковская. Сейчас даже не имеет значения какая. Кредитная, не кредитная, никакая не была выдана. Первый момент. Второй момент. Не была согласована сумма, потому что вот она разница. Может быть у них там еще какие-то есть договора. Может на другие. Может на 70 тысяч у них есть договор. Экспертиза установит, что это не твои подписи, но на этом все. То есть эти доводы можно не приводить даже, которые я сейчас сказал. Потому что, условно говоря, ты даже не предлагал заключить договор. Тебе даже не было в банке. Это все. Поэтому то, что там нет печати банка, то, что нет полномочий этого, в принципе это не имеет значения. Потому что это не договор. Это оферта. А дальше, чтобы считать эту оферту акцептованной, они должны в суд были предоставить доказательства. Они этого не сделали. Не платежное поручение о том, что на такой-то счет зачислена такая-то сумма. Не ордер выдачи тебе денег наличными в кассе. Не расписка получения кредитной карты. В рамках договора. Договора этого. То есть должна быть дата, должно быть указан номер договора. Ну, все должно быть прописано. Тут что там за это? В рамках каких карточек, в рамках какого договора тебе выдавались? Дебетовые. Ключи вопрос. Вот охрена, на которых у банка нет ответа. Они даже не пытаются отвечать их правошеств. Нет, нет. А судья? Пытаются отвечать за банк. Ну, сейчас, видишь, она немножко по-другому ведет. Сейчас не знаю, как дальше она будет себя внести. Блин, было бы как-то по закону, да? Нет доказательства. Все. Так и должно быть, Денис. Так и должно быть. Понимаешь, мы здесь это рассматриваем не какую-то фиговинку. Мы рассматриваем тело на четверть миллиона с банком, где должно быть до запятой все, как в аптеке точно. Они должны предоставить реальные доказательства акцепта твоей оферты. Не на словах строить решение, что вот на предположениях и тому подобное, а конкретные документы, письма. Конечно, они знают, как ведут себя судьи, как они как-то прессуют людей на суда. Поэтому даже не имею ни одного доказательства любого человека это подвести. Экспертизу она должна провести для того, чтобы как минимум убедиться, был ли ты в банке или нет. Потому что ты отрицаешь. Именно для этой цели исцепывались оригиналы. Они же пришли, пришли. И что сейчас вдруг взять и отказать? Ну, это будет нелогично. Ну, она бы не стала с меня набрать бы, да, подпись? Ну, взять-то она может взять. Ну, взять-то она может взять. Да, это как бы не мешает. Ну, сейчас призывается. Просто будет нелогично взять и отказать. Мне, знаете, что нравится вот в Тябовском суде? Она говорит, мы указываем, что это еще не рассмотрение дела, а как вам это первое? Ну, предварительное. Я на самом деле зашел на сайт, она нас обманули. Обманули? Конечно. Там было назначено судебное заседание, непредварительное. Надо суде сказать ничего. Я это все отмечу. Я же все слежу, я же все контролирую. Я просто знал, что без предварительного судебного заседания, и, ну, как правило, не закончится дело. Ну, тысячу можно причин, чтобы отложить. Интересно. Как минимум, передача возражений, то, что и произошло, как бы мне изучить надо, что-то вообще будем рассматривать. А мне подготовиться надо, то-то, то-то. Что-то эти там сучилицы целые кипятки. Да там калиматьяна. Да я понимаю. Там такой бред. Кнись эти. Еще раз, давайте. Вообще. Я просто понимаю, что столько нужно написать. Но я как только представлю, как мне вот это все попытаться доходчиво довести до сотрудников полиции, чтобы, смотрите, какое наглое мошенничество. Человек оформили кредит. И уже его продали какой-то компании. Он еще ни одного платежа не совершил. А этому человеку дают справочку. Справочку и объяснительную. О том, что, как бы, мы вас кредитный договор аннулировали. Лапшу на уши нагло вешают. Вообще, это жесть. Я говорю, там такая, вот такая вот схема. И в итоге человек потом через год, через какое-то время узнает, что на него взят кредит, и какая-то третья коллекторская компания начнет там выбивать какие-то деньги с него. Назначить по гражданскому делу номер 2.352.2023 год по иску публичного акционерного общества Совкунбанк Масла Денису Анатольевичу взыскание задолженности по кредитному договору. По встречному иску Масла Дениса Анатольевича публичного акционерного общества Совкунбанка признание договора займа незаключенным и применение последствий ничтожной сделки. По черковеческую экспертизу поставить на разрешение экспертов следующие вопросы. Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы. На определение в части приостановления производства по делу может быть подана частная жалоба Мурманской областной суд через Ленск и Ринску города Мурманска в течение 15 дней со дня вынесения. Полный текст определения будет изготовлен сегодня и направлен в адрес лет участвующих в деле для ознакомления. Судебное заседание закрыто. Продолжение следует...